Время Русского Мира 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 Всем зрителям, рок-оратории, старшеклассникам, кадетам, юноармейцам и студентам подарили новое увлекательное издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». В 2023 году это произведение должно вернуться в школьную программу. Это представление вызвало очень много разных эмоций и, наверное, вот мы сейчас прямо начнем читать эту книжку, мы ее раньше вообще не читали до этого. Я бы сходила, мне кажется, еще раз, если бы мне представилась такая возможность. Актеры, музыка, все было на высоте. Организаторы уверены, что проект «Черный январь. Прощенное воскресенье» это вклад в просветительскую работу с молодежью посредством культуры и искусства. Прежде всего это произведение основано на исторических фактах. И, конечно, сейчас в условиях специальной военной операции если бы у всех было четкое понимание, что Луганск это как раз то место, где наши герои в 43-м году защищали свою землю, не боясь, они школьниками были. В 43-м году это были совсем юные ребята, которые только окончили школу. Если бы у всех было это понимание, что мы едины в наших героях тоже, я думаю, вопросов бы многих не было. Они бы отпали сами собой. Поэтому именно молодая гвардия, именно сейчас на сцене луганские артисты, на сцене артисты из Москвы. И они будут петь о своих героях, потому что это наши герои. И надеюсь, мы об этом будем помнить всегда и никогда не забыть. В постановке приняли участие артисты из Москвы и Луганска, а также симфонический оркестр из музыкантов Московского театра «Геликон-опера» во главе с дирижером Артемом Давыдовым. Уникальная биография 97-летней блокадницы передана из Республики Куба на вечное хранение в Музей Победы. История Лидии Александровны Самсоновой, которой довелось испытать все тяготы жизни в осажденном городе, пополнила всенародный исторический проект «Лица Победы». Подробности далее. 2019 года Музей Победы собирает истории поколения победившего нацизм. Это живые истории, которые пока еще помнят в семье и которые позволяют узнать, как наши предки день за днем во время Великой Отечественной войны приближали победу. Сейчас уже более 800 тысяч судеб доступно для ознакомления здесь в зале «Лица Победы» и на интернет-портале «Лица Победы.РФ». Теперь на большом экране в мультимедийном зале «Лица Победы» можно ознакомиться и с биографией единственной блокадницы, проживающей в Республике Куба. О ее судьбе в Музее Победы узнали благодаря посольству Российской Федерации в Республике Куба и Русскому Дому в Гаване. Здесь представлен отрывок из рассказа Лидии Александровны Самсоновой. «В блокадном Ленинграде мы помогали взрослым. Мне тогда было 16 лет. Мы рыли окоп и выполняли подручную работу. Отец, два брата умерли в войну. Блокаду я помню очень хорошо. Нам совсем нечего было есть. По утрам искали корешки от капусты. Вот кто утром придет и что-то найдет, тем и питались. Вокруг все умирали. И такие были изможденные. Умирает ребенок. Десять лет. А на вид будто взрослые уже. Воду пили из фонтанки. Приходилось ее кипятить, ведь половина реки в трупах была. Лучше не вспоминать даже. Очень трудно. После победы Лидия Александровна поступила в художественное училище. Выучившись на художника, она работала на заводе и оттуда была отправлена на секретный военный объект, где подписывала макеты оружия. Там познакомилась со своим мужем, который был артиллеристом и проходил обучение. Муж Лидии Александровны родом из небольшого города Кабайгуана, расположенного в провинции Санкт-Спиритус, в самом центре острова Свободы. Поэтому с 1971 года она проживает на Кубе. Награждена знаком жителю блокадного Ленинграда. Напомним, что Лица Победы – это проект, призванный увековечить память обо всем военном поколении и фронтовиков, и тружеников тыла. База данных постоянно пополняется новыми персоналями, истории которых приносят в Музей Победы их родственники и просто неравнодушные люди. Так, за новогодние праздники в проект было передано более 2000 биографий. Татьяна Орлова специально для телеканала «Русский мир». Знаменитый енот из Херсона получил должность. Теперь в его обязанности входит вселять оптимизм на фронте. Полосатый служит и дружит с российскими десантниками. Участвует енот и в доставке гуманитарной помощи. Подробности в следующем сюжете. Родным енот с позывным Херсон становится буквально с первых секунд знакомства. Он ручной и с удовольствием дает себя погладить. На передовой для бойцов такие моменты – редкость и радость. Собрай! Ты мой родной! Сделал большое дело, на самом деле. Проделал огромный путь. Принес не только пользу, а еще и массу ярких впечатлений. Со всеми дрожит. Это очень важно, на самом деле. За такую работу Херсону полагается зарплата. Официально трудоустроить енота месяц назад пообещал Владимир Сальдо. Ну мы его включим в штат. Вот ему стало интересно, между прочим. Ну он же проснулся. Мы его включим в штат, как штатный сотрудник. Выделили ему материальное пособие и финансовое. Поставим на довольствие. Владимир Сальдо для енота не только попечитель, но и один из спасителей. При поддержке главы региона зверька вместе с другими животными эвакуировали из зоны боевых действий. Вызволять обитателей зооуголка в город Херсон три месяца назад отправился Олег Зубков. Мужчина – директор парка Львов Тайган в Крыму. Все говорит о том, что эхо войны совсем здесь близко. Вот поэтому наша задача успеть. Двумя машинами список животных нам прислан губернатором и он известен. Вот это лама, это два волка, это еноты, это павлины, пазаны, в общем-то ослик. Олег успел эвакуировать животных. Сейчас они находятся в Крыму на территории его парка. Все смогут вернуться обратно, когда область полностью перейдет в состав России и станет безопасна. Поедет ли в родной зооуголок енот Херсон, пока неизвестно. Сейчас он стал знаменитостью. Кроме оптимизма, полосатый делится еще и новостями с фронта. Енот завел свою страничку в социальных сетях и набрал уже более 78 тысяч подписчиков. Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». В гостином дворе проходит масштабная патриотическая выставка-форум «Уникальная Россия». В ней принимают участие более тысячи предприятий народных художественных промыслов со всей страны. С экспозициями, ремеслами и художниками познакомилась моя коллега Евгения Фахурдинова. До 5 февраля у москвичей и гостей столицы есть возможность прикоснуться к чудесам со всей страны. На выставку «Уникальная Россия» съехались мастера из 50 регионов. Картины, иконы, наряды, украшения и, конечно же, национальные угощения. Это и многое другое можно найти здесь, окунувшись в культурные особенности большой и многонациональной России. А еще получить в подарок мини-картину от художника Натальи Лукомской. Она – основатель направления «Искусство открытого сердца». Это творчество, соединяющее психологию, философию и красоту. Через мои картины люди встречаются с самим собой. Мне очень нравится создавать картины в пространстве, когда ходят люди, когда есть движение, когда есть ощущение творчества. Эта картина началась создаваться на мероприятии в галерее «Марс». Сейчас мы здесь продолжаем благодаря галерее «Артфьючер Гэллери». В шести залах можно соприкоснуться и с современными шедеврами православного и декоративно-прикладного искусства, а также народно-художественных промыслов и ремесел. Особенным вниманием посетителей выставки пользуется стенд под названием «Сделано в СССР». Фарфор, сувениры, деньги, значки, игрушки – все это представляет лишь одну тысячную того, что есть в одноименном музее на станции метро «Электрозаводская». Я в 79-81 год служил в армии, а в 79-м наши войска вошли в Афганистан. И была очень сложная военная обстановка, и нам дозированно давали смотреть Олимпиаду. И, по-видимому, вот именно этот дефицит восприятия Олимпиады в то время, он щелкнул по прошествии многого времени, и я начал собирать, и я сейчас являюсь одним из крупных в стране коллекционеров именно предметов с символикой Олимпиады 80-х. Помимо выставочной части в зоне Атриума проходит активная деловая, социальная и культурная программа. В дискуссии принимают участие политики, деятели искусства и культуры, а также известные блогеры. Не обошлось и без показа мод современных российских модельеров, и богатые концертные программы с песнями о России и любви к Родине. Евгения Пахурдинова специально для телерадиокомпании «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете прислать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания.